Всем привет из солнечной Турции. Сегодня я расскажу о плюсах и минусах пляжей Алары Стар и Алары Хотел в Инджикуме. Начну с Алары Стара. Пляж перед вами, пляж небольшой до этого заборчика, ширину метров пятьдесят, как я указываю до этого ирса соседнего отеля. Передевалки нет, до туалета душа и бара надо подниматься по крутым лестницам наверх, проходя такие террасы. Вот такой спуск. После ультры не упадет рук. Плавного спуска нет. Пожилым детям, мамам с ковясками. Наверх особенно будет сложно подниматься. Я думаю, где все лежаки? Вот они где. Матрасы надо найти. Лежаки можно взять и позагорать на террасах этого пляжа. Все кругом мокрое. Ночью был ливень. Спустился на пляж. Зонтиков мало. Пляж песочный, заход плавный. Если на море волны, здесь они небольшие. Из трех пляжей Алары этот самый глубокий. До глубины и меньше. В левого каменного пирса, очень глубокого смазки, там будет интересно поплавать. Железный пирс соседнего отеля. Пройдемте туда. Пройдемся по пирсу. Загорать с Алары здесь нельзя. Не наше. Режачки с матрасиками у них получше. Алара, исправляйтесь. С этого пирса можно попрыгать, заходить в море и, наоборот, подняться на пирс. Вот такая здесь буксочка. Такое сегодня море. Так, а я ухожу с пирса. Я зашел за пирс. Если вы заплывете за пирс, то внизу есть гороты и очень красивые виды. Отправляемся на следующий пляж. Второй пляж. Алара Хотел. Этот пляж мы назвали зоной Таланда. Почему? Смотрите мой обзор отеля Алара Хотел. Снимаю с моря. Метров с 50 от захода. Пляж песочный. До глубины далеко. Для детишек подходит. Чистый. Есть раздевалка и душ. Спуск к пляжу плавный. Отсюда виден основной, самый длинный пляж. Сети Алара. Вокруг скалы есть гороты. Красивые виды. Интересно плавать с маской. Вода чистая. По моей ноге это видно. Подводный мир этого пляжа смотрите в отдельном видео. И сам этот пляж есть у меня в обзоре отеля Алара Хотел. Отправляемся на третий пляж. Сейчас я вам покажу, какой пляж у отеля Алара Стар и Алара Хотел. Инжекум. Начинается он здесь. Сейчас я туда подойду. Из этого места он начинается. Здесь есть детский городочек. За этой аркой есть наливайка, развивайка, подливайка. Показываю зону пляжного бара. Великолепное место. Сталые столики. Красивые виды вокруг. Обслуживают очень хорошо. Здесь вам нальют что пожелаете. Местное пиво Туборг. В тени можно посидеть, попить чайку, кофе. Позже открывается снэк-бар. Возвращаемся на пляж. Спасателя я не видел за время своего отдыха. За этими камешками можете покупаться с маской. Снорклинг здесь хороший. В начале пляжа вход с камнями. Заходить лучше метров 70 от этих мостиков. Дальше идет песочный заход. Лежаки здесь в таком состоянии. Наши отдыхающие любят занимать лежаки полотенцами. Время сейчас обеда. Около двух дней. Пляжных зонтов мало. И они все убитые. Ни разу не видел уборщиков, чтобы здесь убирали этот пляж. Так что пляж грязноватый. Я бы так сказал. А если вы заглянете в эти кусты, мусору полно. По просьбам трудящихся заглядываю, что творится в кустах. Например, видите, вдалеке. Так, докуда пляж? Волейбольная сетка. И дальше пляж кончается. Ну вот она зона волейбола. Примерно здесь кончается зона пляжа этих отелей. В начале моего отдыха стояла табличка с названиями отелей. В данный момент их не вижу. Собачка что-то взяла. Еще раз снимаю план пляжа. Заход песочный. Придется пройти метров 50-60. И начинается глубина. Мои пожелания владельцам отелей Алара. Заменить лежаки с матрасами. Поставить зонты. Или сделать навесы от солнца. Наладить уборку. Привезти в порядок местные кусты. Спасателя нанять. Тогда цены этому месту не будет. Я завершаю свой ролик. Не забудьте что-нибудь поставить. Всем желаю море тепла, счастья, позитива и здоровья. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.